В сериале «Великолепный век» нам показали роскошные покои султана Сулеймана. Создатели фильма отнеслись со всей серьезностью к декорациям. Вы увидели не только спальню, великолепный балкон-террасу, но и личный хамам султана. На самом деле неизвестно, как именно выглядели личные покои Сулеймана Великолепного, но то они и личные, что вход посторонним был туда запрещен. К тому же Сулейман жил более четырех столетий назад. С тех пор дворцовый комплекс перестраивался много раз. Каждый новый обитатель дворца что-то перестраивал или добавлял к комплексу. В отличие от того, что было показано в сериале, в наши дни гарем выглядит не так роскошно и уютно. Сейчас там одни каменные стены и плитка, отсутствуют дорогие ковры и ткани, а многие комнаты полупустые, так как в основном старинные вещи спрятаны в запасниках музея. Но надо отдать должное создателям сериала, ведь им удалось продемонстрировать роскошь и уют востока, благодаря красивым дорогим тканям, а также милым бытовым вещичкам, подсвечникам, зеркалам в рамах, лампам. Дворцовый комплекс топ-капы исторически разделен на две части. Внешняя часть – берун, это первый и второй дворы. Внутренняя часть – эндерун, это третьи и четвертые дворы. Внешняя часть предназначалась для общения султана с подданными, а в эндерун, где находились личные покои султана, с внешней стороны могли пройти только избранные. Попасть на закрытую от посторонних территорию дворца, в том числе в личный покой султана, можно было через так называемые ворота блаженства. Это третьи по счету ворота, которые открывают вход в третий двор. Также эти ворота назывались воротами аудиенций, так как здесь, под открытым небом, иногда проходили важные государственные мероприятия, а также встречи с иностранными послами. Зайти внутрь, через ворота блаженства, без приглашения султана, было непозволительно. Даже главному визирю, который мог проходить через них только в определенное время и в определенные дни недели. Миновав ворота блаженства, посетители попадали в тронный зал, который находился в отдельном павильоне. Скорее всего, режиссеры сериала вдохновились этим залом, когда создавали декорации для сцены, где Александра исполняла свой танец перед повелителем. Хотя этот зал был построен позже, по приказу султана Мурада, внука Сулеймана и Хюрем, лишь в конце 16 века. Сейчас посетители дворца видят уже результат перестроек этого зала, совершенных в 18 и 19 веках. Тронный зал использовался для различных семейных торжеств, разных церемоний, в том числе религиозных, а также приема иностранных гостей и послов. На троне восседал сам повелитель, сверху расположен балкон, где находились музыканты и певцы. Кстати, о троне. Сейчас в императорском зале стоит просто диван, а во времена султанов там был трон, накрытый балдахином и украшенный цветочными мотивами, изображением дракона и птицы Симург, а также драгоценными камнями. А для особенно торжественных церемоний в императорский зал вносили позолоченный трон Байрам. Он был подарен Мураду III правителям Египта, сделан из ореха и покрыт золотыми пластинами. Его вес около 250 килограммов. Если верить некоторым источникам, за зеркалом располагалась тайная дверь, через которую можно было попасть в покое в Элиде-Султан, их личный султаном хамам, комнату с фонтаном, а также в личную спальню султана. По правую руку от султана на диванах сидели его жены и в Элиде. Оттуда же, из тронного зала, сейчас можно пройти в комнату павильон Мурада III. Историки сообщают, что султан Мурад III очень активно обустраивал топ копыль. Известно, что он очень любил свою мать Нурбану Султан. И помимо того, что построил для нее новые покои в Гареме, он первый из султанов, кто велел построить отдельные комнаты лично для себя, рядом с покоями в Элиде. Интересен в этой комнате фонтан. Из нескольких его краников постоянно текла вода, причем довольно звучно. Таким образом, если султан с кем-то разговаривал, сидя у фонтана, то те, кто находились даже в нескольких метрах от них, не слышали разговора. Еще одно интересное место, в которое можно попасть из этой комнаты, это библиотека, построенная Ахмедом III. Когда-то там хранилось 24 тысячи ценнейших книг. Сейчас их там нет, можно только посмотреть интерьер комнаты. Кстати, говорят, там же когда-то хранилось некое пророческое завещание султана Сулеймана Кануни, которое он написал незадолго до смерти и вручил своему главному визирю – Соколу Мехмеду Паше. На протяжении последующих столетий многие султаны строили и перестраивали спальни, каждый сообразно своему желанию и вкусу. Во дворце более 300 комнат. Многие из них пока закрыты для посетителей. Видимо, они находятся на реставрации. Поэтому спальня Сулеймана Великолепного, которая была показана в сериале, скорее всего фантазия режиссеров, основанная на существующих интерьерах дворца Топкапы. Всех зрителей сериала, конечно же, впечатлил знаменитый балкон, с которого открывается потрясающий вид на море. Кстати, во дворце есть его прототип. Вероятно, декораторы создавали свой балкон, принимая за основу черты существующего. Уже во времена Сулеймана во дворце существовал водопровод и канализация. В Великолепном веке нам показали хамам повелителя. Неизвестно, каким именно был хамам при Сулеймане. Однако, по-видимому, в сериале попытались воссоздать тот хамам, который сохранился до наших дней. Этот хамам был построен для султана и его валиде во времена правления Мурада Третьего. Место, где мылся султан, огорожено золотой решеткой, которая защищала его от возможных покушений во время мытья, когда падишах был наиболее уязвим. Когда-то там размещались лежаки с подогревом и диваны для отдыха. Экраны были золотыми. Султан Осман Третий сменил их на бронзовые и переделал бани в стиле рококо-ко. Уборные во дворце у каждого ранга придворных были свои – у евнухов, у наложниц и жен повелителя. Естественно, что султаны имели отдельные уборные. Кстати, уже во времена Сулеймана туалеты выглядели вполне современно.